И на Витембрева не завадите нам вкотре зазирнути за поребрик. Сдавалось, что ось это вжидно, но снизу снова постукали. Пропагандисты на болотах наконец-то начали узнавать, что в России все не так спокойно. Теперь новость очень тревожная. За сутки в России произошло сразу 4 теракта. В Крыму неподалеку от села Чистенькая, рядом с Симферополем. Мощный взрыв на железной дороге. Не дают житья железным дорогам и в Казани. Там неизвестные подожгли сразу 4 релейных шкафа. Из-за инцидента пришлось задержать 5 грузовых составов. Террористов ищут. В Курской области ВСУ сбросили бомбу на физкультурно-почему-то оздоровительный комплекс. Взяли Глушкова, предположительно, с БПЛА. Но днем ранее ВСУ, внимание, из танка обстреляли южную окраину хутора Старой Волокановского района в Белгородской области. Для этого они подогнали танк впервые к украинскому селу прямо на границе и выпустили впервые 12 снарядов. Еще раз. Из танка обстреляли Россию. Провокация обошлась без последствий, разрушений и погибших нет. Но делать нам с этим что-то действительно нужно. В том числе отгонять, отодвигать линию фронта на границе и с Белгородской, и с Брянской, и Курской области. Подумаешь, какие-то четыре теракты за день. Дрібницы. А еще эти снова и снова говорят про использование ядерной бомбы. И он, один из экспертов, начинает плакать, что ему еще пожить хочется. А другие предлагают таких, как он, ставить до стенки, чтобы панику не разводили. Если ядерная война не случится. Все-таки очень хочется надеяться, что у нас не настолько. Очень хочется. Не хочется умирать, честно говоря. Вообще не хочется. Совсем не хочется. Я не понимаю, почему приходится говорить в 23-м году, но как-то хотелось бы отметить немного. В сегодняшней дискуссии могу сказать одно. В военное время всех паникюров расстреливали на месте. И нам все это со временем предстоит, поэтому до ядерной войны можно не дожить. Так, откровенно говоря. Второе по поводу... Звучит как угроза. Второе по поводу дипломатов. Не надо меня перебивать. По поводу дипломатов. А еще и эти знайшли винных у провалах путинской армии на фронте. И знаете, кто это? Звичайно ж админы телеграм-каналов, які сиють панику. Так-так, саме их пропонует расстреливать депутат Горульов из предыдущего видео. Люди хотят быть уверенными в абсолютно таких, ну, скажем, концептуальных вопросах, не требующих расшифровки, так сказать, кто, куда, когда пойдет, поедет, на какую кнопку нажмет, и так далее, и так далее. Их тревожат другие вещи. А на этом фоне, кстати говоря, объективно, субъективно, по-разному растут всякого разного рода, так сказать, общественные психозы, которым, в том числе, подыгрывает информационная среда, там, включая вот этот безумный, так сказать, совершенно телеграм. Вот хотите обижайтесь, хотите нет. На мой личный взгляд, если бы в 41-м году был бы телеграм, мы проиграли бы войну на 100%, абсолютно точно. Огромное количество людей, которые, скажем, даже из самых благих побуждений, как бы, да, мне кажется, сами давно двинулись башкой, и других сдвинули по разным причинам, иногда из самых лучших побуждений. А еще то главный недомок називает своих противников недомками, да еще и дивуется, а чему над его жартами никто не смеется? Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколоніальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Потому что это недоумки. Але ж недоумок, тут только он, и еще 164 миллиона населення Росии. Чи скольких там же? А где, вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз? В Праге? В Праге. Да, красивый город. Да, там пиво, спикачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться, спикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво. Там, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай, собирающиеся там мужчины, и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить. Ось російські пропагандисти вже почали визнавати, що військова розвідка України вийшла на новий рівень, який недосяжний для російської. И после литокопада на Брянщине, отъемного наступа российской армии, у ЗЕД спільноти геть поганий настрій. Ті уже начинают кричать, что через пропаганду они недооценили силу украинской армии. Вот я разговариваю с людьми, и вот они лет 9 назад не могли бы и представить, как все любят говорить, как какие-то будут сбивать просто вертолеты на территории России, совершать диверсии, убивать публичных личностей, подрывать ЖД-путя, ну просто творить, что хотят. А знаете почему? А потому что 30 лет ссали в уши про то, что, ой, да эти ***, да что они умеют, да что они могут. А вот смотрите, что они могут, вот смотрите, как их главное разведывательное управление вышло на какой уровень, а на каком уровне были мы. Мне тут товарищ рекомендовал прочесть одну книгу, называется «Полковник Никто». Я ознакомился с кратким содержанием, и мне кажется, что это вот, ну, приблизительно и есть тот сценарий того, что сейчас происходит. А кто тут у нас? Карасовский он, под мухой. Пропагандист разом с так называемым медиа-менеджером Лабушкиным намагаются найти ответы. А чего, так любячи свою родину, они досы не на фронте, а сидят на мягких стильцах? Я говорю, война страшная. В принципе, любая война, везде, в любой точке мира. Но войну надо закончить. И войну надо закончить, естественно. Победа России. Победа нашей родины, я так написал. Не Россия, а Родина. Ну, ты же год не жил в России. Год? Ну, почти год, да, там, 10 месяцев. А что ты вообще смотался из-за нашей спасаемой отчизны? Вместо того, чтобы пойти на фронт воевать. С врагами нашей страны. Я не считаю, что надо идти на фронт, прямо на фронт, вот, про который, может быть, ты говоришь. Но помочь нашей стране, я считаю, надо. Ну. Ну, по-своему. И ты решил ей помочь вот так, да, уехав из этой страны? Помощник. Ну, б***ь. Не надо мне потягивать, что вот, я там прибедняюсь, а жил в Дубае. Да, я жил в Дубае. Худо-бедно как-то там проживал эту жизнь. Ну, понял, что даже в Дубае. Ну, нет, все равно лучше города, чем Москва. А как вот вы, Антон Вячеславов, помогаете родине? Я помогаю родине очень просто. Значит, во-первых, я являюсь пропагандоном. Пропагандоном. А еще пропагандисты очень любят притягивать до себя студии, так бы мовити, иноземных экспертов. А бы те рассказывали казачки, як им дуже подобается на Росії, як небезпечно десь там в Нью-Йорку. Скотт, когда мы делали с вами интервью по скайпу, мы договорились встретиться. Как вам Россия? Сейчас в Росио умопомротится. Я первый раз проехался в метро. Я даже в советское время не спускался в метро. Сегодня я был в метро. Ого! Это невероятно. Опять же, это не нью-йоркское метро. Да я боюсь зайти в метро в Нью-Йорк. Моя дочка работает в Нью-Йорке. Я боюсь, если она зашла бы в метро. А здесь я не боюсь ничего. Здесь чисто, здесь безопасно. Но в тот же время, думаю, эксперту не зрозуміло, а які саме ціли так званой специальної військової операції, через що і починається дискуссія у студії. Вы сказали, що осенью війна може закінчиться. Россія не должна проіграть эту войну. Но любую войну можно проіграть, если ты не говориш, що такое победа. Я верю в правительство России. Честно, я верю, что президент России – экстраординарный человек, он компетентен. Я уверен, что армия России – профессионалы. Им не нужно мне что-то объяснять. Да я американец вообще. Но они должны вам объяснить это. Они должны объяснить это россиянам. Россия имеет бесконечное количество снарядов. Россия должна победить. А кто-нибудь в Америке вас слышит? Конечно, слышит. У меня все більше и більше поддержки в США. Сейчас самое время сказати самые главные слова. Давайте закінчим програму так. Вот эта монетка для вас. Это концепция рукопожатия. Френшип – дружба. Одно рукопожатие. Так я назову свою поїздку в Россию. Это было самое время. А послухайте, що тим часом говорять інші російські раби. Жители однією з найтоталітарніших країн кажуть, що найбільше люблять її за волю. Портовськову польсу нравится россиянам. То есть, что тут поїздить? Ой, не знаю. Мне просто нравится здесь жить и все. Свобода какая-то некая есть. Как бы это ни звучало, свобода. Мне свобода. В плане действий. То есть, ты знаешь, куда ты можешь пойти, как ты можешь пойти, где же то и как можно делать. Потому что в какую страну не приезжаешь, везде встречаешься с какими-то ограничениями. Ну, Россия, блядь. Все скажешь одним одним словом. Это Россия. Две буквы С. У меня получается сам Сергей Сергеевич, да, сам понимаешь, две С стоят. Вот и все. Сейчас, правда, трудные дни наступили. Ну и че, блядь. Наши мужики там справятся. Если бы было бы надо помочь, поможем обязательно. Саме так и працюет пропаганда на спотворение сведомостей. А ось это, до речи, представники Талюбану выступали в Казани на форуме «Росия. Исламский свет», де розповідали про внесок СРСР в освіту Афганістану та обговорювали взаимодію освітніх систем РФ та ісламських країн. Не сподівайтесь, більшого сюру, ніж цей, ви сьогодні не побачите. А ні, ні, стійте, стійте. Ось вам ще новина на десерт. Що ви розуміли, ось така медицина в окупантів. Це окуповане селом Червона Поляна на Херсонщині, де призначений окупантами так званий головний лікар лікує за китайською методикою. Той намалював дві точки на колінках, дружина хворого масажує дочки, а лікар грає на аккордеоні. У нас на сьогодні все, а ви не забудьте поставити лайк, аби моя психіка і надалі витримувала подібне. Дякую за перегляд!